Оценивать педагогов будут старшеклассники. Сегодня в центре внешкольной работы самые креативные преподаватели города демонстрировали свои мастер-классы. Как делать урок интересным, а сам процесс получения знаний невероятно увлекательным и простым, теперь знает и корреспондент нашего телеканала. Слово Елене Петровой. Юбилейный конкурс «Педагог года» за всю свою 30-летнюю историю, пожалуй, впервые стал настолько интересен не только педагогам, но и учащимся. Так, восьмиклассница Анастасия Подмаркова сегодня приобрела новый опыт, почувствовав себя в роли члена жюри и оценив мастер-класс с позиции его участника. Мне очень понравилось, на меня возлагалась, конечно, огромная ответственность. Было непривычно судить учителей, которые обычно, наоборот, судят меня на многих конкурсах. Прекрасно, когда учителя применяют инновации в обучении детей. От количества смелых инновационных идей у молодых людей захватывает дух. Использование мобильных приложений на уроках старшеклассники отметили сразу. «Нужно было оценивать учителей, их работу, как они себя проявляют, как они работают с аудиторией. У каждого была интересная программа, но всех больше мне запомнилось последнее выступление учителя информатики. Он рассказывал про такой, так называемый QR-код. Соответственно, с помощью камеры можно было считывать информацию, скопировать этот код, и там в текстовом виде была представлена какая-либо информация». А если подавляющее большинство учителей категорически против использования телефонов во время проведения занятий, педагогическая концепция Галины Салтановой позволяет обогатить знания с помощью QR-кода. «Для того, чтобы произвести, например, опрос всего за 30 секунд всего класса, используя приложение Plikers, или, например, составить какие-то ментальные карты, или воспользоваться программами по географии, биологии, математике, химии. То есть моя разработка не ограничена только одним моим предметом, а в данном случае имеет метапредвентные связи, и в дальнейшем я планирую учителей нашей школы научить пользоваться этой технологией». 28 участников. Победителей конкурса «Педагог года 2020 округа Муром» назовут 5 марта. Награждать лучших будут на сцене Центра внешкольной работы. Елена Петрова, Александр Симонов. Наши новости. Елена Петрова, Александр Симонов.